Сегодня полномочный представитель президента России в Фриворском федеральном округе Михаил Бавич побывал с визитом в нашей республике. Программа была насыщенной. Фундамент строящегося здания Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Александра Кочетова заложили капсулу с посланием будущим учащимся от кадет нынешних. На церемонию съехались представители всех сторон участниц этого масштабного проекта. Полномочного представительства президента России в округе, командования военно-воздушных сил, группа компании Ренова. Участниками события стали ветераны, родители будущих защитников Родины. Пожалуй, таким вниманием, каким пользуется будущий Чебоксарский кадетский корпус имени Александра Кочетова, не может похвастаться ни одно учебное заведение Чуваши. Он стал шестым в Приворском федеральном округе и первым в республике, поскольку нынешняя кадетская школа куда менее масштабна и по размеру, и по объему выполняемых задач. К слову, и ученики, и их родители давно мечтают о новом помещении и не раз обращались к правительству с просьбами. Там будут большие спортплощадки, там можно будет заниматься спортом. Будет больше возможности привлечь других детей, которые хотели бы встать, но не было возможности из-за того, что комплектация достаточно маленькая была. Сейчас здесь будет уже больше мест. Дети будут более самостоятельны, так как будет возможность того, что дети могут здесь проживать. Им дается, наверное, новый этап в их жизни. Конечно, не все кадеты станут в будущем военными. Да это и не обязательно. Главное, чему они должны научиться – быть настоящими гражданами своей страны, заботиться о ее будущем и уважать прошлое. Нет истории, нет культуры, нет традиций, нет будущего. Мы строим будущее для наших детей. Мы любим свою Россию. И тема военно-патриотического воспитания, она востребована всеми нами. У кадет, которые только собираются учиться в новом корпусе, появилась возможность заглянуть в будущее. Они обратились к своим потомкам. Мы уверены, что вы, те, кто читает это послание, живете и учитесь в прекрасных условиях, которые были созданы предыдущими поколениями. И уверены, что вы высоко несете звание кадета и остаетесь верными нашему прославленному девизу – жизнь Родине, честь никому. По предпрезиденту России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич признался, он сам хотел стать суворовцем. Но в его детстве подобных учебных заведений было только 12 на всю страну. Сегодня появилась возможность возродить лучшие традиции патриотического воспитания. У нас сейчас конкурс наших кадетских корпуса от 6 до 8 человек на место. Количество желающих ребят, оно растет с каждым годом. Потому что и запрос общества есть на вот такое образование, на такое воспитание. И материал-техническая база, которую мы создаем, она как бы стимулирует родителей к тому, чтобы дети учились в лучшем условии. Но абсолютным преимуществом у нас, безусловно, пользуются в первую очередь дети погибших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, дети из малоимущих семей, дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы исходим из того, что все-таки вот наша кадетская корпуса – это полное государственное обеспечение. И, конечно, вот при прочих равных государство прежде всего должно позаботиться о тех детях, у которых таких возможностей для получения такого образования. Их значительно меньше. Кстати, учитывая высокий спрос на кадетское образование, старое здание кадетской школы на улице Константина Иванова в Чебоксарах решено капитально отремонтировать и тоже приспособить для обучения, либо использовать как тренировочную базу. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Андрей Шоклев, Республика.